Житель Саранска убегая от воображаемых врагов, спрыгнул с 10 этажа панельной многоэтажки. Чтобы спасти нетрезвого супергероя, сотрудникам МЧС пришлось разрабатывать настоящую тайную спецоперацию. Незаметно надувать батут и втихаря переносить его к месту предполагаемого падения. Подробности этой захватывающей трагикомедии готова рассказать Людмила Кусерова. Это случилось в субботу, 19 марта. Жители многоэтажки Нахимаши заметили, что один из подъездов заволокло едким дымом. Естественно, люди вызвали пожарных. Что было дальше, рассказывают очевидцы специального назначения. По результатам разведки мы обнаружили, что на 10 этаже, в квартире номер 39, в одной из комнат забаррикардировался человек. Данный гражданин вел себя агрессивно и крайне неадекватно. И постоянно угрожал спрыгнуть с окна 10 этажа. По результатам переговоров было установлено, что на данного гражданина кто-то нападает. Оказалось, что мужчина был здесь в гостях. В какой-то момент появились воображаемые враги. Мужчина решил их сжечь и случайно поджег чужую квартиру. Хитрый план не сработал, потому что главный герой этой истории решил бежать от злодеев через окно на 10 этаже. По крайней мере, именно этим он угрожал спасателям, которые пытались к нему подобраться. Квартира горела, а мужчина сидел на подоконнике и обещал свести счеты с жизнью. На этом месте был установлен куб жизни. Предварительно его накачали в той стороне, за углом, для того, чтобы пострадавший не видел никаких действий под окном в избежании его прыжка. Батут, который, собственно говоря, должен был спасти жизнь врагуна, сотрудникам МЧС пришлось разворачивать тайно за углом дома. Все потому, что, мягко говоря, нетрезвый супергерой мог принять спасательные манипуляции за план вероломного на него нападения. Потом батут перенесли под окно, и в этот момент мужчина прыгнул. Он, цитата, в полюте ударился об один из кондиционеров, оттолкнулся от стены дома и попал прямо в центр куба жизни. Прямо какой-то человек-паук. Кстати, он остался жив и не вредил. Спустя два дня около дома номер 67 на проспекте 72 октября уже ничего не напоминает о субботнем вечере. Да и жители рассказывать детали субботней истории посторонним не спешат. Говорят, что-то слышали, но подробности не знают. Впрочем, как и соседи, в квартире которых случился пожар. Не исключено, что вскоре в интернете всплывут любительские видео этого случая. Пока же народ тихо перешептывается на своих кухнях. Сразу после того, как мужчина удачно приземлился, его забрали психиатры, чтобы провести освидетельствование и официально подтвердить всеобщую догадку. Этот человек был не трезв. Что стало причиной такого состояния алкоголь или наркотики, специалистам еще только предстоит выяснить. Говорят, это процесс не быстрый. Людмила Кусерова, Александр Гурьянов. Наши новости.